Hey, hey, hey! Всем привет! Welcome to Puzzle English! Что? Опять новое лицо? That's right! Меня зовут Соня, and today I'm here to teach you some cool and useful English. Будет весело и полезно! Поехали! У нас с вами такой round-the-world trip, кругосветное путешествие. Это была Британия, Австралия, а сейчас мы с вами отправляемся в заснеженную Канаду. В Канаде есть такой городок, называется Мус-Джо, это я по-британски произнесла скорее, а канадцы говорят что-то больше ка, джа, мус-джа, челюсть лося, прикольное название, да? Так вот, в этом городке в 1984 году появилась the world's tallest moose statue, самая высокая статуя лося в мире, что-то порядка десяти метров. Вот. Кстати, ребятки, мус это вам не мус, который кушают, а разница в одну букву и произносится примерно так же. Вот. А еще мус, который лось, он никогда не употребляется во множественном числе. Точнее, мы говорим There are many moose in Canada. В Канаде много лосей. И вот S-очку мы не ставим на слово мус, да? Запоминаем, запоминаем. Так вот, канадцы назвали своего лося Mac the Moose. И на протяжении 30 лет Mac лидировал в этом рейтинге самых высоких лосей, я не знаю, сколько их на самом деле, но он был первым. До 2015 года, когда у него появился конкурент из Норвегии. Этот второй лось норвежский был выше Mac'а аж на 30 сантиметров, на целый фут. Вот. И я не знаю, то ли новость из Норвегии в Канаду так долго шла, то ли канадцы немножко эстонцы, но отреагировали они на появление вот этого более высокого лосяка норвежского только сейчас, в январе 2019 года. Давайте посмотрим, что же они ответили. Дорогие жители города Мусджо, выпиющее преступление было совершено против вас, людьми из Осло в Норвегии. Какой пафос, какая лексика. Давайте разберем, что тут есть вкусного. An egregious offense, выпиющее нарушение, преступление. To commit an egregious offense, совершить вот это выпиющее преступление, нарушение. To commit an offense against someone or something, совершить преступление против кого-то, чего-то. Например, вы можете сказать про принятие какого-то глупого закона очередного, что The government has committed an egregious offense against common sense. Правительство приняло, совершило выпиющее преступление против здравого смысла. Ну, такое бывает. Двигаемся дальше. Four years ago, the people in Oslo, Norway, purposely, and I mean purposely, created a moose bigger than Mac the Moose by 30 centimeters to try and stick it to us and steal the world's largest moose. Four years ago, the people of Oslo, Norway, purposely, and I mean purposely, created a statue bigger than Mac the Moose by 30 centimeters. Четыре года назад люди из Осло-Норвегии создали статую purposely, and I mean purposely. Что это за purposely он орёт? Вы наверняка знаете, что purpose это цель, намерение, замысел, вот что-то такое, направление, цель. Purposely наречие это с замыслом, с умыслом, намеренно, специально что-то сделать. Кстати, on purpose можно использовать в абсолютно таком же значении. И получается, что the Norwegians built their moose statue purposely. Норвежцы построили свою статую лося специально, нарочно. They did this on purpose. Они сделали это специально. Смотрим дальше. And they probably think that the people of Saskatchewan and Moosejars are going to roll over and be polite and say thank you for the memories. А-а-а, что ж ты так надрываешься, парень? Что он говорит? They probably think that the people of Saskatchewan, это такая область в Канаде, and Moosejars are going to roll over and be polite and say thanks for the memories. Они, норвежцы, вероятно думают, что люди из Saskatchewan, это вот область канадская, и Moosejars, вот этого города, сдадутся без боя, будут вежливыми и скажут thanks for the memories, спасибо за воспоминания. Здесь нас интересуют два выражения. Первое выражение to roll over, дословно переворачиваться, да, мы знаем roll over, но в этом контексте сдаться без боя. Можно сказать to roll over for somebody, сдаться без боя кому-то. И получается, Mac the Moose will not roll over for its Norwegian rival. Mac the Moose, вот этот вот канадский Mac, не сдастся своему норвежскому сопернику, не сдастся. И еще одно выражение, которое вы наверняка помните из одной замечательной песни, thanks for the memories. Спасибо за воспоминания вот этой песни. Thanks for the memories. Спасибо за воспоминания, тут и объяснять, собственно, нечего. Ну, было, но прошло. Мы были самой высокой статуей лося, и больше ее никогда не будем. Спасибо хотя бы, что есть воспоминания. Но не такие наши канадские парни, что бы просто довольствоваться воспоминаниями. Слушаем дальше. Здесь мы слышим выражение Дать кому-то рубашку с плеча, дословно, со спины. По-русски мы говорим отдать последнюю рубашку, да, то есть быть очень добрым, очень щедрым. Мы люди из Саскачуан, вот этой области. Мы добрые, мы дружелюбные, мы вам дадим последнюю рубашку, но we will not abide that. To abide something значит выносить, терпеть что-то. We will not abide that. Мы этого не потерпим, чтобы наши канадские святыни, рогатые святыни, осквернялись какими-то там норвежцами. Нет, нет, нет. Дальше ребята предлагают мэру, как эту статую усовершенствовать, как ее поднять, и звучат следующие варианты. Они предлагают сделать ему a giant hat, гигантскую шляпу, long eyelashes, длинные ресницы, или же можно сделать a huge rack. Вот rack, это в данном случае означает, собственно, рога. Слушаем. We are calling on the mayor of Muxia, Fraser told me, to find a way, whether it's a giant hat, long eyelashes, a huge rack, to put 31 centimeters back on Mac and stick it to Oslo. Or else, crawl back in a hole and rename your city Ja! Stick it to Oslo. Дать отпор, дать ответ, поставить Oslo на место. Запоминаем. To stick it to somebody. Дать кому-то отпор, как я сказала, но имейте в виду, что это все-таки грубоватое выражение, и можно его перевести как вот прям вот, да, вот то, что вы подумали. Stick it to somebody. Пример. В этом сезоне Спартак вот сделает вот это вот прям самое с зенитом. Ну, вы поняли, да, кто кого. Такие дела. Дальше ребята предлагают, что если уж он ничего не сделает с этим лосем, пусть мэр поменяет название города, да, rename звучит слово. Вместо Moose Jaw просто ставить Джо, просто челюсть. Ну, раз уж они профукали, самого высокого лося, такое высокое звание. Ну, что теперь поделать, просто челюсть. Много информации, да. Так, давайте еще раз по самому важному. A moose это лось, во множественном числе тоже moose. An egregious offense выпиющее преступление, выпиющее нарушение. To commit an offense against somebody or something совершить преступление, нарушение против кого-то или чего-то. A purpose цель, намерение, замысел, on purpose или purposely, специально, преднамеренно, нарочно. To roll over for somebody сдаваться без боя кому-то. Thanks for the memory, спасибо за воспоминание. To give somebody the shirt off one's bag отдать кому-то последнюю рубашку. To abide something мириться, терпеть что-то. To stick it to somebody утереть кому-то нос, вот прям дать знать где его место. И на этом все. Пересматриваем видео еще раз, запоминаем слова, желательно используем их в реальной жизни, да-да-да-да-да, используем. Подписываемся на канал и ставим лайки, да-да-да. С вами была Соня, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok